Здравствуйте! От выпуска к выпуску деловые новости собирают мнение экспертов. Представленная информация, возможно, станет полезной именно для вас. Сфера экономики – неотъемлемая часть мира, насколько она важна для нашего общества, что нового и полезного. Событием для делового сообщества Корчаева-Черкесии стал приезд заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова и заместителя полпреда в СКФО Владимира Надыкта. Какие вопросы были затронуты и какая часть отрасли экономики стала наиболее обсуждаемой? Одной из перспективных и привлекательных сфер экономики в нашей республике считается туристическая. Именно поэтому рабочая поездка стартовала с горнолыжного курорта Дамбай. Здесь сезон катания на лыжах и сноуборде продолжается. Туристы наслаждаются отдыхом. Потрясающие трассы, потрясающие горы, потрясающие виды. Прямо едешь и порхаешь над пропастью и чувствуешь себя прям в свободной птицей в полете. Ну здорово, очень здорово. На мой взгляд, здесь все хватает. На Эльбрусе, но там более крутые горы и я не уверенно катаюсь. Поэтому Дамбай, они немножко пологие, чем Эльбрус. Поэтому я и выбрала сюда. Да. Приехали первый раз. Пока нам все очень нравится, мы в восторге. Вообще все шикарно. Катались здесь, катались в Архизе. Мы из Нефтьюганской. Меня начинающий уровень, мне конечно сегодня было скользковато, но в принципе как бы удержаться можно. Есть инструктора, которые помогают и как бы проблем особых не было. Так как мы отдыхаем рядом в Архизе, наверное было как бы грех не приехать сюда и не посмотреть, что здесь. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, заместитель полпреда в СКФО Владимир Надыкта, председатели члены правительства республики посмотрели, насколько развита туристическая инфраструктура. Оценили работу канатных дорог и условия для катания. Одновременно гости вдохновились красотой снежных вершин и насладились чистым воздухом. По результату осмотра был принят ряд действенных шагов в развитии горнолыжного курорта. На сегодняшний день, на мой взгляд, достаточно неплохо развита вся горная часть, с учетом того, что перспектива и строятся дороги. Соответственно в этом году еще две канатные дороги будут. Да, наверное, можно модернизировать. Добавляются трассы еще, тоже республика строит дополнительные, расширяет трассы, приводит. А вот самим поселком, конечно, здесь большая проблема. Тоже мы обсуждали о том, что нам надо будет совместно сейчас делать мастер планирования, соответственно нарисовать перспективу, потому что много соответственно есть объектов незавершенных, фактически треть объектов незавершенных от общего количества. Вся инфраструктура, уличная дорожная сеть, она достаточно хаотичная. За последние несколько лет в рамках мер федеральной поддержки работа по улучшению инфраструктуры не останавливалась. Строились канатные дороги, расширялись горнолыжные трассы, возводились отели. В недавнем времени создали туристский информационный центр. В будущем он позволит сконцентрировать сферу оказания разнообразных услуг. Верно, горнолыжный курорт развивается, но все же для продуктивного развития необходим мастер-план. В заключении поездки было принято решение о его подготовке. В нем будет сформировано общественное пространство в едином архитектурном стиле. Именно для этого была организована поездка в Донбай. Суть приезда в том, чтобы определить точки роста в Донбайе, определить места общественных территорий, где люди смогут комфортно проводить время, определить необходимую инфраструктуру, которая дальше позволит развиваться как поселку, так и склонам. То есть, в принципе, задача такая большая и концептуальная, которую мы планируем начать делать. Вы знаете, что газификация будет в этом году в Донбайе. Опять-таки, регион занимается водоснабжением, водоотведением проблематикой этой. Дальше, в любом случае, федеральное участие, федеральная поддержка необходима. Затем делегация направилась в Черкесск. Здесь прошла встреча с бизнес-сообществом. Предприниматели озвучили предложения по корректировке федеральных мер поддержки. С удовольствием занимаюсь производством головных уборов. Очень хорошую поддержку мне оказал центр «Мой бизнес», в том числе Диана Казимовна. От них, помимо практических, скажем так, навыков, как всем этим заниматься, как входить в этот бизнес, очень много было советов. И, вы знаете, я благодарна им. Они дали мне возможность съездить на выставку. Опыта дает. То есть можно где-то что-то увидеть, трансформировать как-то чуть-чуть по-другому, преподнести свое видение этого. И даже живое общение человеческое с людьми, с бизнесменами, женщинами, которые сами строят свой бизнес, дает нам, мне лично, уверенность в себе. Фатима Эбзеева отметила, что встреча с соратниками по бизнесу дает поиск новых возможностей в точке отчета и поддержки новых идей для собственного производства. В результате ресурс Министерства экономического развития позволяет скоординировать всех участников процесса. Причем речь идет не только о финансовой, но и экспертной кадровой поддержке. Важно, чтобы этот диалог продолжился и дальше, уже в рабочем режиме, через конструктивное общение и, главное, увеличение числа реализованных проектов, отметил Сергей Назаров. Есть серьезный потенциал. И мы понимаем, что буквально мы сейчас посетили тамбай, который, как туристический класс, наверное, имеет очень серьезные перспективы. Завтра хотим посмотреть, как тыс уже, собственно, с новым собственником, который приобрел этот актив и с серьезной перспективой развития этого направления горнолыжного. Мы полностью открыты к диалогу, к участию в работе нашего Координационного совета по чуду. Мы пригласили и РСПП, и опору России, и голову России. Привлекательными для инвестиций в нашей республике считаются такие отрасли экономики, как туризм, животноводство, выращивание и переработка овощей и фруктов. Инвестиционные проекты по ним стали отдельной темой для их обсуждения. Все мы понимаем, что бизнес играет важную роль в развитии любого региона. И в условиях санкционного одобрения, в условиях внешнего одобрения нам необходимо выработать те меры, которые будут идти на пользу бизнесу. Мы понимаем, что необходимо снизить герократические полночки, которые возникают. В контексте проведенной дискуссии с бизнесменами, представителями власти, институтов развития и банков было отмечено и то, что уже создано для развития экономики нашего региона. Обсудили, какие механизмы помощи считаются приоритетами для эффективной работы, а какие федеральные меры поддержки необходимо изменить с учетом перемены условий в деловой среде. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров вместе с членами правительства республики посетили еще горнолыжный курорт «Архыз», что впечатлило федерального чиновника. Расскажет Али Баташев. Мне нравится, чтобы были хорошие трассы, прям такой пухлячок, снежок, чтобы не особо много народу, чтобы кататься в свое удовольствие. Мне вот это нравится больше всего. Алия Курман-Галиева приехала с Урала, от Джохарта-Таркулов и станицы Зеленчугской. Туристы из России и других стран любят всесезонный курорт «Архыз» и наслаждаются здесь горнолыжным спортом и великолепной природой. Катаясь с начала сезона, тут учу людей. Что бы хотелось здесь улучшить? Добавить еще трасс, побольше. Не хватает, мало. А очереди вот на канавках там, ничего, все нормально? Очереди, ну высокий сезон, само собой, они везде бывают, эти очереди. Ну, я думаю, с увеличением курорта, который, я думаю, планируется потихоньку, очереди будут меньше. Мощность курорта «Архыз» будет увеличена, заявил после осмотра объектов инфраструктуры «Архыза» заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров. Это увеличение фактически мощностью курорта в два раза. И здесь есть некие ограничивающие факторы, близлежащие. Вот, допустим, с точки зрения поселка «Архыз». Там мы договорились вместе с субъектом о том, что мы поможем, подготовим мастер-план, под который должен быть скорректирован генплан и правила застройки землепользования, потому что много незаконных объектов строения. И, соответственно, это точно не создает какой-то привлекательности к курорту и комфорта для вообще отдыхающих. И, собственно говоря, Софийская поляна, наверное, тоже в этой же плоскости рассуждения. «Архыз», Софийская поляна и дорога на Пхию – приоритетное направление развития, отметил Сергей Назаров. Чтобы это было действительно привлекательным местом, организованным для туристов с формированием маршрутов, причем разных, как и пеших, как конных, велосипедных или маршрутов автомобильных, которые, в общем-то, есть что смотреть, действительно привлекательно. Ну и по дороге это отдельный вопрос, там, собственно, было отдельное поручение рассмотреть. Это вопрос соединения курортов Архыза и Красной поляны. И частично эта работа там субъектом ведется. Вот проект дороги до кислых источников, он не закончен, его надо заканчивать. Ну а дальше, я думаю, что там возможные вопросы, вернее, возможные варианты строительства дороги в рамках концессии. То есть это вопрос пока в стадии обсуждения. Но я думаю, что будем искать варианты решения. Это позволит сделать курорт более привлекательным для туристов, поток которых с каждым годом растет. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Архыз. Многие жители республики уже начали активно готовиться к дачному сезону. Они закупают необходимые семена и средства защиты на будущий урожайный год. Некоторым из них требуется консультация в этой области. Они ее получают в Россельхозцентре. Для этих целей был создан информационно-консультационный пункт. Здесь специалисты оказывают услуги сельхозпроизводителям, владельцам личных подсобных хозяйств, садоводам и огородникам. Часто-часто приходим. Ну и как вам семена? Очень хорошие. Каждый год приходим. Обслуживают отлично. Спрос рождает предложение. Истина. В несомненном высказывании убедились специалисты Россельхозцентра, создавая информационно-консультационный пункт. Предпосылкой в его открытии послужили обращения сельхозпроизводителей, фермеров, садоводов и огородников. Здесь дипломированные специалисты информируют о современных методах защиты. Подберут семена и посадочный материал, который будет отвечать самым высоким требованиям качества. Мы давали только консультации. А тут получается у нас уже есть средства защиты растений, семена, минеральное питание. Тут не просто можно получить консультацию, но уже можно сразу же специалисты подберут по какому вредному объекту тот или иной препарат, который разрешенный для справочника пестицидов и нормой. Если норма будет больше, то это будет вред. За последний год значительно пополнился ассортимент предлагаемых препаратов и удобрений. В информационно-консультационном центре представлены семена овощных культур собственного производства. Они имеют логотип в ГБУ Россельхозцентр. Все семена проверены в нашей лаборатории и соответствуют по всхожести и по урожайности заявленным. Безусловно, наши семена лучше импортных. Они адаптированы к нашим условиям, они все районированы. С того года мы перешли уже на новые пакетики с евроотверстием. Они упакованы в двойной пакетик, что повышает срок хранения и гарантирует качество семян. Процесс от подготовки почвы до сбора урожая специалисты Россельхозцентра берут на себя. По заявкам выезжают в хозяйство, проводят консультации, отбирают образцы для проведения испытаний в лабораториях и сообщают результаты. Выдают рекомендации для дальнейшей защиты растений. «Когда ты уже увидишь, посмотришь под микроскопом на микроуровне, тогда ты уже будешь точно уверен, что ты ему поможешь. И нам очень многие звонят, и всегда мы говорим, чтобы они принесли, чтобы уже точно быть уверенным, что ты человеку поможешь. Он не просто потеряет время, средства и потом в итоге растение. То есть 50 на 50, но мы так не работаем. Мы уже работаем 100% результатов». Еще в информационно-консультационном пункте можно сдать использованные батарейки. В дальнейшем, учитывая спрос населения, планируется расширить перечень оказываемых услуг. В стране получен высокий урожай сельскохозяйственных культур. В этом немаловажную роль сыграла сложная работа специалистов Россельхозцентра. Его сотрудники организовали эффективную работу по фитосанитарному мониторингу сельскохозяйственных территорий. Провели анализ качества семян и продовольственного зерна, обеспечив защиту прав потребителей от недобросовестных участников семенного рынка и рынка средств защиты растений. Учреждение активно развивается, осваивает новые технологии и готовы выполнять поручения Минсельхоза России. Россельхозцентр оперативно информирует надзорные органы о выявлении карантинных вредителей, болезней и сорных растений. В современном агропроизводстве все больше внимания уделяется сохранению естественного баланса сельскохозяйственных экосистем, которое невозможно без использования биологических средств защиты растений. Некоторые направления у нас носят коммерческий характер, иные пока еще представляют чисто научный интерес, если так можно выразиться. Кроме грибов и тюльпанов у нас, как я уже сказал выше, и выращивание семенного картофеля безвирусного, реализация семян, сельхозкультур, реализация средств защиты растений, минеральных удобрений как для небольших фермерских хозяйств, так и для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, для дачников. Также у нас в перечне платных услуг и опрыскивание сельхозугодий, вспашка. Сейчас у нас идет в данное время анализ качества семян, то есть люди готовятся к посевной, анализ качества семян. Дальше у нас пойдет в зависимости от периода вредителей растений, болезней, сорная растительность. Ну и к осени уже сбор урожая, опять оценка качества зерна, клубневой анализ. Система быстрых платежей. Это сервис Банка России, который позволяет в любое время совершать межбанковские переводы по номеру телефона. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут принимать оплату за товары или услуги, в том числе по QR-коду. С момента запуска системы в 2019 году было проведено 436 миллионов операций на сумму свыше 2 трлн рублей. Воспользовались системой быстрых платежей более 9 миллионов человек. Оплату через нее внедрили более 240 тысяч предприятий. Из них 90% малый и средний бизнес. Клиенты выбирают систему быстрых платежей за то, что не нужно вводить данные карты. Бизнесу же приходится ждать несколько рабочих дней, когда деньги окажутся на счете. Такое отражение экономическая действительность Карачаева-Черкесия нашла в нашем выпуске. Пускай все у вас в жизни множится и растет. Прибыль, успехи, здоровье и доход. До новых встреч!